ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ БУКВАЕТ ОСТАП! ОСТАП! А правда, что в следующем году к Земле приблизится огромная комета? Кто тебе это сказал, глупая мышка? Да так, сорока на хвосте принесла Где же ты, Сима, в библиотеке умудрилась встретить сороку? В отделе периодики, там где газеты Ясно, Сима, ты снова бегала грызть газеты Хотя я тебе строжайше запретил туда ходить Ты не грызла, я читала Но когда дошла до статьи про огромную комету Так разволновалась, что чуть-чуть пожевала уголок Совсем капельку Ладно, так уж и быть, глупая мышка Я тебя прощаю Тем более, что газета и правда имеет отношение к сороке Как это? Значит, газеты все-таки печатают те новости, которые сороки разносят? Дело, разумеется, не в этом Просто слово газета произошло от итальянского слова газа Что означает сорока Эта птица была изображена на мелкой итальянской монетке в два сольны Поэтому сначала словом газета называли монетку А в шестнадцатом веке, заплатив одну газету Можно было прочесть ежедневный венецианский публичный листок с новостями С тех пор и сам этот листок о событиях придворной жизни И сообщениями из других городов Стали называть газеты или газеты А почему в русском языке не придумали своего слова для новостного листка? Почему же? Придуманные первые российские газеты назывались листовые письма или столбцы Они появились во времена царствования царя Михаила Федоровича и были рукописными А столбца они их называли потому, что они писались столбцами На приклеенных один к другому продолговатых листах длиною в несколько сажений Теперешняя же газета пришла к нам в эпоху правления Петра Первого В 1703 году по указу императора вышел первый номер газеты Ведомости о военных и иных делах, достойных знаний и памяти Случившихся в московском государстве и иных окрестных странах Остап, а можно я пойду еще чуть-чуть газеты почитаю? Ступай, Сима, ступай Только не грызи больше газеты Они нужны для работы историка Обещаю, Остап, не буду